Мёртвые цветы. Автор – писатель снов. Глава пятая. Успокоение в тебе. Мне плохо. Это не болезнь, которую может вылечить врач. Она внутри, у меня в груди. Там всё пусто, как будто мне вырвали сердце. Цветы для Элджернана. Он ощущал, как адреналин расходится по венам, от мотора передаётся заряд энергии, разливающейся по всему телу и перерастающей во всепоглощающую ненависть к своему сопернику. На дорогу вышла Гритгёрл. Она подняла руку над головой, и эти секунды показались безумно длинными. Он слышал стук своего сердца, который отдавал в висках, вдыхал запах выхлопных газов и дорожной пыли и ощущал крепко сжимающее его тело женские руки. Победителем будет лишь один из них. Техёна отпустил сцепление, одновременно откручивая ручку газа. Три, два, один. Как только Гритгёрл подала сигнал, байкеры сорвались с места. Толпа шумела, поддерживая участников заезда. И хотя людей было много, Юнгия отчётливо услышал за спиной крик Чимина. Кажется, он сказал, Юнгия, я верю в тебя. Но это не точно. Из-за рёва мотора все звуки слились воедино, а впереди лишь трасса. На спидометре Техёна стрелка достигла отметки в 150 уже спустя несколько секунд после начала заезда. Ким оставил позади троих участников, ловко обходя остальных байкеров. Хасок пролетел мимо, но Винни торопился его обгонять. Сегодня у него не было цели соперничать с друзьями. Главными противниками были Вонха и его компания, которые шли практически наравне с ним. Техён пытался не терять из поля зрения своих парней. Хобби ехал прямо перед ним, а вот Юнгия отстал где-то позади. Когда скорость достигла почти 200, один из парней Вонха решил выебнуться и поставил свой байк на заднее колесо. И попытался его объехать, но тот упорно петлял перед ним, не давая дороги. Не задумываясь, Техён повторил трюк, слыша, как за спиной громко завяжала девушка, сжимая со всей силы его ребра. Обычно он не позволял себе такого, когда ездил с ней, но сегодня мысли о ее безопасности вылетели из головы. Проехав еще пару километров, байкеры приближались к крутому повороту. Юнги наконец появился в поле зрения. Техён дал ему вырваться вперед и теперь мог видеть обоих парней перед собой, что его немного успокаивало. На данный момент лидировал Хоуп, но при желании Ямаха легко обошла бы и его. Вонха постоянно оказывался рядом, щекоча нервы и не давая расслабиться. Хосок идеально вошел в дрифт, скрываясь за поворотом, затем из поля зрения пропали двое парней из компании Вонха и Юнги. Вин набрал скорость и быстро догнал их, преодолевая крутой поворот и сильный занос. Дрифт – это то, что Техён умел делать не только правильно, но и очень эффектно. Он оставил за собой Вонха, наконец сильно отрываясь от него. Впервые за всю гонку. И, видимо, соперник был не в восторге, потому что он указал одним из своих парней на лидирующую тройку друзей. До финишной прямой оставалось пересечь обрыв, вдоль которого лежала трасса. Техён, Хосок и Янги практически вырвались вперед, но позади показались байки соперников. Хобби набрал скорость в надежде побыстрее преодолеть опасную часть трассы, но за ним увязался какой-то парень на чёрном байке с зелёными языками пламени. Он не отставал ни на метр, прижимая парня к краю дороги. Юнги хотел вмешаться и оттеснить урода к другому краю, но рядом с ним оказались два байкера. Они обогнали мина, не давая ему возможность вырваться вперёд. Юнги снова оказался позади. Рядом с Техёном по трассе летел Вонха. Брюнет краем глаза поймал его хищный взгляд, пытаясь понять, что у того на уме. Но вдруг его резко подрезали. Сказать, что Техён охренел от такой наглости было бы мало. Его байк отнесло к краю дороги, и он чуть не слетел во враг. А Вонха продолжал делать всё, чтобы спровоцировать столкновение. Он вилял вокруг, не давая Тесса сосредоточиться на гонке. Пока Кинг пытался не слететь с мотоцикла и внимательно следил за Вонха, Вьён истерично пищала ему на ухо, а Хасока продолжали подталкивать к обрыву. Узнать, что с Юнги было просто нереально, потому что тот остался вне поля зрения. Ви ощущал, как гнев заполняет его. Хоуп держался из последних сил до следующего поворота, за которым должен был закончиться обрыв и начаться прямая. До финиша оставалось метров триста. После очередного толчка со стороны Вонха ангельскому терпению Техёна пришёл конец. Он сбавил скорость, пропуская парня вперёд, а затем мощно долбанул по его байку, сбиваясь трассой и тут же набирая скорость. На эту выходку Вонха лишь оскалился, будто ждал подобной реакции. Ви ускорился до двухсот тридцати, догоняя Хасока. Он смог оттеснить в сторону одного из парней, которые прижимали его к краю дороги. Бринет поймал испуганный, но благодарный взгляд друга. Техён первый пришёл к повороту, заходя в дрифт и оставляя всех соперников за спиной. Следом шёл Вонха, и теперь перед ним лишь финишная прямая. Это только их гонка, и победителем выйдет лишь один. Техёна раскрутил ручку газа, разгоняясь до максимума. Спидометр показывал 270, и его тело буквально дрожало от вибраций двигателя, а в ушах стоял шум ветра. Его соперник не отставал, идя на равных, но ничьей быть не должно. До финиша оставалось около 80 метров. Байкеры уже видели толпу, которая ждала своего победителя. За спинами, где-то далеко, ехали другие участники заезда, но они не особо торопились, понимая, что эту гонку им не выиграть. До финиша всего ничего. Техён делает последний рывок и закрывает глаза. Да, черт возьми. Он просто закрыл глаза лишь на секунду, слыша, как толпа людей взорвалась криками. Парень затормозил уже за финишной чертой, пытаясь увидеть Вонха. Тот ехал за ним, а это значит, что Техён победил. Вокруг стали сбегаться люди. Они поздравляли его, кричали и радовались выигранным деньгам на ставках. Но Ви не ощущал вкус победы. Во рту почему-то была горечь, а ещё пахло сжённой резиной. Он расталкивал людей, пытаясь найти взглядом Хасока и Йонги, которых до сих пор не было. Паника и волнение сейчас брали верх над мыслями о победе в гонке. Нам Джун и Чимин подбежали к Ви, также пытаясь разглядеть на трассе парней. И даже обычно неуёмный подросток сейчас молчал, взволнованно бегая глазами под пустынной дороги. Первым из-за поворота в поле зрения показался Хоуп. Он медленно начал сбавлять скорость и остановил мотоцикл, не доезжая до финиша, разворачиваясь и, видимо, тоже пытаясь увидеть Шугу. Байк друга появился спустя несколько секунд. Йонги летел на огромной скорости, преследуемой двумя парнями Вонха. Он панически давил на газ, пытаясь оторваться, но байкеры нагоняли, а страя в глазах мины рос с каждой секундой. Они были всё ближе и, казалось, уже дышали в затылок, а по телу бежала дрожь и холодный пот стекал по вискам. Один из байкеров оказался практически наравне с Йонги и, пользуясь моментом, нанёс мощный удар, сбивая парня. Йонг издал непроизвольный вскрик, но он утонул в шуме толпы. Он хотел закрыть глаза и ничего не видеть, однако страх оказался куда сильнее, а тело сковало. Тело Йонги упало на дорогу, отлетело в сторону и, поднимая столбы пыли, вылетело на обочину, где осталось лежать мертвенно-неподвижно. На всю улицу раздался испуганный виск Чимина, крики людей и суматоха. Вокруг сплошная паника, любопытные зеваки подходили ближе, перепуганные малолетки разбегались в разные стороны, от неуправляемой, всё ещё мчащейся уже без водителя, Дукати. Мотоцикл, оставшийся без водителя, пролетел на скорости ещё несколько метров, пока руль не вывернула, и он не упал, перевернувшись несколько раз. Раздался мощный удар, и байк влетел в столб, превращаясь лишь в груду металла. Прежде чем отключиться, Йонгий слышал истошный, пронзающий до глубины души крик. «Кажется», — кричал Пэй, «кажется», — он кричал его имя, но он не уверен. Из забора всё слилось в виду. Следующие десять часов пронеслись, как в тумане. Йонге казалось, что он под толщей воды, но сил вырваться не было, как бы он ни бился. Он слышал знакомые голоса и крики, чувствовал опаляющую боль и снова отключался, не в состоянии бороться с поглощающей его сознание тяжестью. Затем снова появились голоса, но они становились то тише, то громче. Потом всё стихло, и слух резала тишина, наводящая жуткий ужас. И только чьё-то касание к его холодной ладони заставило Йонгий тянуться обратно к свету, к чужому теплу. Он продолжил отчаянные попытки вернуться в реальность. Иногда он слышал тихие схлипы и детский шёпот на ухо. Этот голос его успокаивал. Будто внушал уверенность в том, что всё будет хорошо. И Йонге верил, не оставляя попыток. А затем он снова погружался во мрак, и больше голосов не было. Сильная боль ударила резко по затылку, заставляя блондина поморщиться. Он попробовал повернуть голову, но шею свело, поэтому парень оставил все попытки. Йонге медленно открыл глаза и сразу зажмурился от яркого света. В помещении что-то громко и прерывисто пищало и действовало на нервы. А трубки, торчащие из носа и рта, мешали нормально вдохнуть. Со второго раза у него получилось открыть глаза. Парень часто моргал, привыкая к освещению и пытаясь разглядеть всё, что было в поле зрения. Он всё ещё не мог двигать головой, потому что каждое движение вызывало сковывающее боль. Йонге заметил на диванчике возле стены спящих парней. Хасок пускал слюну на подушку, а Намджун тихо дремал, опустив голову на плечо старшего. Йонге ощутил движение прямо на своей кровати и, превозмогая боль, немного приподнялся. Чимин сидел на стуле возле постели, пристроив голову в руки блондина. Он тоже спал. На щеках виднелись засохшие дорожки от слёз, вокруг припухших глаз залегли синие тени, да и вообще парень казался жутко измученным и уставшим. Сейчас не выглядел на свои восемнадцать, а максимум лет на пятнадцать. Шугу уронил голову на подушку и сделал жадный глоток воздуха. Аппаратура на тумбочке продолжала издавать мерзкие звуки, голова всё ещё раскалывалась, парень не мог без боли пошевелиться. И даже вдохнуть невозможно. Но Йонге был чертовски счастлив. Да, именно счастлив. Он сам, того не понимая, криво улыбнулся, не сдерживая слезу, которая тихо покатилась по щеке. Он думал, что умрёт, он ощутил весь ужас и страх. Он был готов к этому. А сейчас он тут, и он жив. Если бы у него хватило сил, он бы истерично рассмеялся, но в горле стоял ком. Ему срочно нужен был глоток воды. Парень потянулся ладонью к макушке Чимина и запустил пальцы в светлые пряди, поглаживая затылок младшего, отчего тот нехотя, но заворочался. Он открыл сонные глаза и посмотрел на своего Йона. «Йонге, я...» Над ломленным голосом пробормотал подросток, разлепляя заспанные глаза и ещё не до конца осознавая реальность. Он осмотрелся по сторонам, вспомнил всё, что случилось, и резко оживился. «Ты проснулся!» Слишком громко воскликнул юноша. Йонге поморщился от шума и устало прикрыл глаза, а парни на диване тут же проснулись. «Чимин, не ори!» Недовольно пробормотал Намджун и, схватив первую попавшуюся на диване подушку, запустил ей в мелкого. Тот успел увернуться, но чуть не упал со стула, создавая ещё больше шума. «Пить!» Хрипло и очень тихо прошептал Йонге. Пак поднял с пола подушку, положил её на больничную постель и подошёл ближе, чтобы лучше слышать старшего. «Пить!» Уточнил Чимин и, получив одобрительный кивок головой, засуетился в поисках графина. «Сейчас, Йонг!» Парень торопливо подбежал со стаканом и помог Йонге сделать несколько глотков, придерживая ему голову сзади, чтобы тот не облился. Мин вцепился в стакан так, будто умирал от жажды, жадно глотая воду. Его руки сильно дрожали, и в его состоянии это было понятно. Сейчас от слабости он не смог бы даже сам встать на ноги. «Надо позвать врача!» Чимин оставил стакан и собрался уже выйти из палаты, но Йонге успел вовремя схватить его за запястье и задержать возле себя. «Подожди!» Прошептал парень. Он громко сглотнул, набирая сил, чтобы продолжить говорить. В мыслях творился хаос, а голова продолжала ужасно болеть. «Что я пропустил?» «Не нервничай!» Хасок подошёл ближе, поправляя край одеяла. «Лучше молчи, мы тебе и так все расскажем». «После того, как шестёрка Вонха столкнула тебя с байка?» Намжун первым начал говорить, но задумавшись на секунду, замолчал, будто подбирал слова или решал, стоит ли говорить пострадавшему правду. «Мы все очень испугались. Ты потерял сознание. Вокруг столько крови. Тебя сразу доставили в больницу, и мы готовы были уже прощаться с тобой. У тебя сотрясение, 16 швов на голове, трещина на ребре, вывих нескольких составов, а в остальном лишь царапины и ушибы». Хасок тихо пересчитывал травмы парня, присаживаясь на край его постели. «Самое страшное – это твоя травма головы. Удар был очень сильным, поэтому мы ждали результатов почти три часа. Был риск, что ты впадёшь в кому, но, к счастью, обошлось». «Ясно». Пробормотал Юнги, снова закрывая глаза. «Теперь понятно, почему так ужасно болит голова». Он осмотрел палату, но не нашёл взглядом как минимум одного человека. «Где Тэхён?» Намджун перебил его, догадываясь о ком, спросит парень. «Он был здесь всё время, но когда пришёл врач и сказал, что ты скоро должен очнуться, он уехал. Он думал, что ты его не простишь за это». Хобби замолчал, ожидая ответа, но его не последовало. «Пока мы ждали, когда ты очнёшься, Тэхён придумывал способ расправы над Вонха. Думаю, он уже где-то творит зло». Хасук усмехнулся, но Юнги шутки не оценил. Он продолжал молчать, потому что не знал, что надо говорить. Ему сейчас слишком плохо, чтобы ещё и о Тэхёне беспокоиться. «Твои родители звонили?» Чимин, наконец, подал голос, обращая внимание пострадавшего на себя. Шуга вообще был удивлён, увидев парня здесь. Как долго они знакомы? Неделю? Но Мелкий весь в слезах и опухший просидел возле его кровати, будто они самые близкие друг другу люди. «Я надеюсь, вы ничего им не рассказали?» Мин с надеждой посмотрел на Хоупа и на Мджуна, ожидая от них какого-то внятного ответа. «Вы же знаете, что в таких ситуациях нужно говорить, что я занят и перезвоню». «А что ты на нас смотришь?» Хобби протестующий замахал руками, будто он вообще не при делах. «Вон, Мелкий телефон схватил, когда они звонили. Он с ними разговаривал, так что у него спрашивай». «Они звонили один раз сегодня утром, и я сказал, что ты работаешь и перезвонишь позже». Чимин не в силах держать переживания в себе, схватил Хёна за руку и поглотил его, как бы намекая, что он рядом и хочет помочь. «Спасибо». Юнги выдавил из себя подобие улыбки, но лишь для того, чтобы Пак так не хмурился. Парень выглядел очень взволнованным и поникшим, что вообще не вязалось с тем образом, который сложился у старшего. Хотелось, чтобы Чимин счастливо улыбался, задавал много вопросов и без остановки рассказывал свои глупые факты о байках. Но он продолжал молчать и поджимать губы. «Что с байком?» «Надо всё-таки позвать врача». Хасок резко вскочил с постели и направился к двери. Юнги щурился, провожая его взглядом. Свалил как трус, не желая отвечать на вопрос. «Нам, Джун, что с моим байком?» И хотя говорить было трудно, в голосе прорезались стальные нотки, характерные Юнги, когда он был напряжён. «Ну, твоему байку повезло меньше, чем тебе. Сейчас это просто груда металла, проще купить новый». «Ну, давай мыслить позитивно. У тебя есть крутая тачка». Юнги поморщился от очередной волны боли и тяжело вздохнул. Его продолжал жутко раздражать этот прибор, издающий мерзкие звуки. Парень схватился за пластыри, которые крепили маленькие металлические пластинки к его рукам и груди, и оторвал их, откидывая на пол. Прибор резко замолчал, потеряв контакт с телом. Наконец, комната погрузилась в тишину. Юнги блаженно расслабился, ощущая, что даже головная боль стала чуточку меньше. «Я не думаю, что врач одобрит». Чимин неуверенно подал голос, но Намжун его одернул, дав понять, что не стоит сейчас спорить с Юнги. «Почему здесь Чимин?» Вопрос был адресован скорее Намжуну. Юнги посмотрел на друга с упреком, игнорируя недовольный взгляд младшего. «Какого чёрта после гонки ты не отправил его домой спать?» Мы предлагали ему поехать домой, но он отказался. Просидел возле тебя всю ночь. Юнги не понимал, откуда такая забота. Они почти незнакомы. Да и вообще, любой нормальный человек после того, что случилось, сразу сбежал бы. На глазах парня случилась жуткая авария. Человек чуть не умер. Это психологически сложно, и по сути, если бы Юнги туда не притащил мелкого, тому не пришлось бы через всё это проходить. Когда ты становишься свидетелем подобных происшествий, даже при положительном исходе это оставляет отпечаток на тебе. Ты будешь убеждать себя, что всё в порядке, и ты уже забыл, но это не так. Такое не забывается. Оно записывается на подкорку сознания, превращаясь в личный ад. И врезать тогда, когда ты меньше всего этого ожидаешь, в виде жутких ночных кошмаров и панических атак посреди дня. Юнги смотрел на младшего, но видел лишь испуганные глаза и тихий ужас, который нельзя передать какими-то словами. Поэтому Чимин был таким тихим и поникшим. Он ещё не переборол свой шок, хотя, судя по красному лицу, успел здорово нареветься. Чимин не сможет забыть то, что случилось. Юнги не сможет забыть тот истошный крик, который издал младший, увидев аварию. Эти воспоминания навсегда останутся с ними. Тэйхён сидел за барной стойкой и неторопливо выкуривал уже третью сигарету. Он сжимал в руке стакан с алкоголем, поглядывая периодически по сторонам. Объект его поиска в баре ещё не появился, но он был здесь достаточно часто. Ким затушил окурок и допил свой напиток, отодвигая бокал. Последние сутки выдались достаточно тяжёлыми для всех. Ви до сих пор не верилось, что ради денег Вонха пошёл на такое. Он искренне верил, что у того кишка тонка выкинуть подобное, но, видимо, ошибался. Стадия злости прошла ещё несколько часов назад, когда он сидел в коридоре больницы и молча наблюдал, как Чимин тихо глотает слёзы. Тогда Тэйхён не пытался его как-то успокоить, потому что знал, что это бесполезно. Эмоциям нужно давать выход. На тот момент он даже завидовал мелкому, ведь тот мог плакать. Он знал, что после бурной истерики наступит блаженное спокойствие и чувство опустошённости. Затем понадобится какое-то время на восстановление, но в итоге Чимин будет в порядке. Да, это травма, но он справится с этим. А вот Ви не проронил и слова. Ви не будет в порядке. Он не плакал, когда ему сказали, что родители умерли. Он не плакал, когда отчим его выпорол за первый побег из пансиона. Он не плакал, когда приходилось терпеть насмешки и издевательства. И сейчас Тэйхён не заплакал. Он ощущал, как гнев и страх сгущаются внутри него, но не находят выход. Он просто сидел и прожигал взглядом одну точку, игнорируя всё происходящее вокруг. На первый взгляд абсолютно спокойный Ким был как бомба замедленного действия, которая только ждала момента, чтобы взорваться. И когда это случится, Вонха лучше быть как можно дальше от него. Сейчас в его голове рождались безумные мысли о мести. Но осознание того, как глуп он был всё это время, било сильнее. Он и правда не позаботился о том, чтобы защитить своих близких. То, что Юнги остался жив – большое везение. Вероятность того, что друг его простит, почти равна нулю. Но на это Ви плевать. Пусть злится и ненавидит, сколько влезет. Лишь бы жив был. Как и следовало ожидать, Вонха всё-таки заявился в бар, хотя ждать его пришлось достаточно долго. Он спокойно зашёл внутрь, будто прошлой ночью ничего не произошло. Тихёна парень заметил сразу и, не беспокоясь ни о чём, присел на соседний стол за барной стойкой. Ви молча крутил в руках свой пустой бокал, не поворачивая голову. Спокойство Экима немного напрягало Вонха, ведь это было не в духе Тихёны. Он ожидал бурной истерики, думал, что тот кинется в драку и перевернёт весь бар, но он спокойно сидел, будто подбирал слова. Как здоровье твоего друга? Старший принял свой заказ из рук бармена, быстро опрокидывая в себя стопку алкоголя. Он внимательно следил за брюнетом, но на лице того ни одна мышца не дрогнула. Я слышал, что он остался жив. Это такое везение для вас. В следующий раз мои парни будут бить точнее. Продолжал провоцировать Вонха, а Виллиш тихо усмехнулся и медленно повернулся к нему лицом. Глядя ему в глаза, Тихён потянулся к карману своей куртки и вытащил из-за пояса небольшую упаковку с деньгами, кидая её перед носом старшего. Тот опешил и удивлённо смотрел на презент, переводя непонимающий взгляд с денег на парня. Твои деньги. Сухо пробормотал Ви, не опуская глаз. Можешь не пересчитывать, там всё правильно. Он достал из кармана ещё пару смятых купюр и бросил на барную стойку за алкоголь. Вау. Только смог пробормотать Вонха, беря в руки толстую стопку купюр. Вот теперь ты меня удивил. На его лице заиграла довольная улыбка, будто результат превзошёл все ожидания. Игра, в которую он играл, дала первые плоды, только вот заканчивать веселье ему совсем не хотелось. Это только начало. Наслаждайся вкусом победы, пока можешь. Прошипел сквозь зубы Ким, не переставая смотреть на парня. Тут хитро сщурился и посмотрел на Ви, пытаясь понять, что у того на уме. Сложно представить, что Тихён решится на что-то безумное, чтобы отомстить. Но смотреть, как он пытается защищать своих парней, было даже забавно. В чём подвох? Просто отдашь деньги? Вонха ещё раз недоверчиво покрутил упаковку в руках, а затем открыл её и вытянул одну купюру, проверяя на свет, не подделка ли. К его разочарованию деньги оказались настоящими. Брось, это не в твоём стиле. Ты же крутой парень. И никогда не отступаешь. Ты же этого хотел. Бринет спокойно пожал плечами. Чего ещё тебе надо? Ты надавил? Я тебя услышал и вернул бабки. Мы в расчёте. На этом моменте блондин хищно улыбнулся и потянулся ближе, сбавляя тон. Ты понятия не имеешь, чего я хочу от тебя. Но за деньги спасибо. Вонха оценил взглядом стопку купюр и прикинул мысленно, что здесь должна быть вся сумма. И, кстати, ни хрена мы не в расчёте. Ты за всю жизнь со мной не расплатишься, сучонок. Это было только начало нашей весёлой игры. Иди ты нахуй со своими играми. Ты позволил показаться злости, но лишь на мгновение. Он вновь взял себя в руки, отворачиваясь от собеседника. Я не стану плясать, как дрессированный пудель под твою дудку. Деньги получил? Теперь свободен. Забудь про меня и моих друзей. Игра окончена. Ушибаешься. Ты уже игра... Парень осёкся на полуслове, заметив сбитые костяшки Тахёна. На его лице отразился интерес. Он склонил голову, обдумывая что-то, а затем окинул беглым взглядом бар, находя здесь нескольких своих людей. Что с твоими руками? Ты об этом? Тэ демонстративно приподнял кулак, показывая запёкшуюся кровь и свежие раны на костяшках. Да я, когда в бар приехал, случайно встретил одного из твоих парней. Мы здорово пообщались. Кажется, это был один из тех уродов, которые пытались скинуть Хасока с трассы. Но я не могу быть точно уверен в этом. Теперь Тахёна улыбался, наблюдая, как быстро сменяются эмоции на лице Вонха. Сначала это было удивление, затем небольшое беспокойство, а теперь Ви отчётливо видел злость. Но на что ещё мог рассчитывать старший, начиная такую войну? Ему следовало настроиться на потерю людей, тем более Вонха явно не из тех, кто сильно беспокоится о ком-то, кроме себя. И где он? Ровным тоном спросил парень, ещё раз оглядывая бар. Ви, ты не учишься на собственных ошибках. Лезешь в проблемы, которые тебе не нужны. Где мой человек? Тебя правда это сейчас интересует? Ты усмехнулся. Его веселила вся эта наигранная забота, будто ему есть дело. Знаешь, теперь моя очередь задавать вопросы. Тэхён встал со своего стула, подходя ближе к парню. И что же ты хочешь знать? Вонха нахмурился. Ему не нравилось то, в какую сторону пошёл разговор. Ему всё это не нравилось. Он ожидал совершенно другой ход событий, когда решил сбить Юнги на гонке. Но Тэхён спутал ему все карты. Я хочу знать, чего от меня хочешь ты. Я правда не понимаю, где я тебе насолил, что ты мне дышать спокойно не даёшь. Ви нахмурился с нетерпением, ожидая ответа. Он стоял, облокотившись на барную стойку, и ждал какого-то внятного ответа. Ему нужно было знать, стоит ли переживать за друзей, и есть ли ещё какая-то угроза. Я хочу, чтобы ты и твои друзья страдали. Выплюнул Вонха в лицо Тэхёну. Хочу стать твоим ночным кошмаром и разрушать твою жизнь так же, как ты это сделал с моей. Ты сдохнешь. Прошипел парень, глупо и немного безумно улыбаясь. Тебя надо лечиться. Тэхёна отошёл от парня, отрицательно мотая головой и не желая слушать этот бред. Он правда не понимал, о чём идёт речь, но Вонха говорил так уверенно. Я не знаю, о чём ты говоришь. Это неудивительно, ведь малышу Тэхёну никто не рассказал правду. Ты всю жизнь живёшь иллюзиями, которые тебе навязали чужие люди, и принимаешь на веру каждое их слово. Ты жалок. Вонха доставляла неимоверное удовольствие говорить всё это, видя, как с каждым его словом в глазах Ви загорается ярость. Я больше не намерен слушать этот бред. Я не знаю, с кем ты меня спутал, но к психиатру всё же сходи. Тэр развернулся к выходу из бара, но не успел сделать и пару шагов, как снова услышал чужий голос. А много ли ты знаешь о смерти родителей? Всё ещё сидя за барной стойкой и попивая свой алкоголь, спросил парень, даже не оборачиваясь. Ему это и не нужно было, потому что он знал, что слова зацепили и вызвали интерес. Тэхён медленно развернулся к блондину, не понимая, стоит ли ему кидаться с кулаками или задавать те пару тысяч вопросов, которые сейчас заполнили его голову. Он растерянно смотрел на Вонха, а тут в привычной манере мерзко улыбался. Я так и думал, ты ничего не знаешь. Тебя бросили как щенка, а ты наивно верил тем, кто называл себя твоими близкими людьми. И всё-таки ты жалок. Вонха рассмеялся и развернулся к бармену, делая следующий заказ. Чунгук ещё раз попытался набрать номер брата, но тот, как это часто бывает, не ответил на звонок. Парень устал и потер глаза, и присел на край постели. Он почти не спал всю ночь, потому что волновался за Хасока. В очередной раз. Брат не приехал ночевать, и если раньше он хотя бы предупреждал, то сегодня он просто пропал. Кажется, Гук дремал пару часов, потому что не смог побороть усталость, но всё же он не очень хорошо себя чувствовал. Из-за недосыпа его мучила головная боль. Парень откинул телефон на подушку и направился в ванную, чтобы ополоснуть лицо. Прохладная вода немного бодрила, но не избавляла от сонливости. В дверь позвонили, и Чун, сразу сорвавшись с места, побежал смотреть, кто пришёл. Он очень надеялся, что это Хасок. Споткнувшись по пути несколько раз, он чуть не упал и налетел на дверь, но, открыв её, увидел того, кого меньше всего ожидал. Это был не брат. На пороге стоял Тихён, и вид его был не лучше, чем у Чунгука. Они оба молчали, не зная, надо ли вообще что-то говорить. Чун понимал, что что-то случилось, но не решался задать мучающие его вопросы. Вместо этого он отошёл в сторону, пропуская гостя. Ви был очень тихим. Он также, не проронив ни слова, снял обувь и повернулся к младшему, а тот, в свою очередь, повёл его к себе в спальню. С того момента, каким здесь был в последний раз, ничего не изменилось. Брюнет присёл на край постели, задумчиво разглядывая Арчи на тумбочке. Чунгук не приставал с расспросами, потому что знал, что Тэни скажет, если сам не захочет. Сегодня Ви был очень грустным и подавленным. Да, определённо он был чем-то расстроен. Я не знаю, зачем приехал. Тихо произнес парень, поднимая глаза на Чунгука. Его голос на секунду дрогнул. Тэхен сейчас выглядел таким уязвимым. Мне просто нужно было с кем-то поговорить, и я почему-то подумал о тебе. Всё в порядке. Ты правильно сделал, что приехал. Гук ободрееще улыбнулся, и будто в подтверждение своих слов кивнул головой. Тэхен, что случилось? В комнате повисла неловкая тишина. Если бы Тэ умел плакать, возможно, сейчас он сделал бы это. Но его глаза оставались сухими. Внутри парня всё дрожало, но, кажется, младший заметил, что его хен не в порядке. Я не знаю. Парень тихо прошептал эти слова, опуская голову на свои руки. Я Чунгок. Я не хотел, чтобы так вышло. Он замолчал, делая глубокий вдох. Я очень сильно подставил близких. Я так запутался. Ви вскочил с кровати и подошёл к окну, опираясь дрожащими ладонями под оконник. Его сердце стучало безумно быстро, будто готово было вырваться из груди. Парень закрыл глаза, но перед ним вновь появилась картина с неподвижным телом Янги, а в ушах, как на повторе, звучала одна фраза. А много ли ты знаешь о смерти родителей? Тихен вздрогнул, когда ощутил, как чужие руки обнимают его со спины. Он хотел вырваться, потому что эти касания напоминали ему гонку. Ви Йон также прижималась к нему, но, почувствовав, как маленькие ладони его поглаживают, он расслабился, позволяя Чунгука это делать. Парень ощущал на шее дыхание подростка, а тепло, исходящее от младшего, его немного успокаивало, хотя сердце билось всё так же быстро. Ви накрыл свои ладони руку Гука, давая понять, что не хочет, чтобы тот отпускал его. Что бы ни случилось, я уверен, это исправимо. Чунгук тихо прошептал эти слова, утыкаясь носом между лопаток Йона. Рост не позволял дотянуться даже до затылка тихона, но им так было комфортно, даже идеально. Боюсь, малыш, в этом мире не всё можно исправить. Ви грустно улыбнулся, но этого Чунгу видеть никак не мог. Гук продолжал гладить тихона, ощущая, как его сердце медленно возвращается в нужный ритм. При желании возможно всё, пробормотал Чун, желая утешить старшего. Тихон с этим утверждением не стал спорить. Он поразительно быстро успокоился, ощущая уют в объятиях младшего, будто тот забирал себе всю боль. Они молча продолжали стоять вот так, тем самым залечивая раны друг друга. Чунгук не знал, что с братом и где он, но почему-то был уверен, что всё хорошо и беспокоиться не о чем. На самом деле, все его тревоги исчезли сразу же, как только он увидел Тихона на пороге его дома. Он просто забыл о всех переживаниях, сразу переключаясь на мысли о Ви, который явно сейчас нуждался в поддержке. «От тебя пахнет моторным маслом», – пробормотал Гук, но не отодвинулся. Он услышал тихий смешок Тихона и улыбнулся, довольный тем, что смог хоть немного помочь Хону. Юноша уткнулся носом в футболку парня, вдыхая и ощущая, как сквозь запах масла просачивается настоящий запах Т. Тягучий, немного сладкий и очень крепкий. Он поглубже вдохнул, желая его запомнить. «Я был на гонках», – прошептал Ви, разворачиваясь лицом к Чунгуку. Младшему пришлось убрать руки, но они всё ещё стояли очень близко друг к другу. «Ты вообще спал? Выглядишь не очень». Ви протянул ладонь и поправил пряди, упавшие на глаза парня. «Кто бы говорил про плохой вид? Такое ощущение, что тебя бульдозер переехал». Чун широко улыбнулся, заставляя Ви улыбнуться в ответ. «Начка была тяжёлая». Вздохнул Тихён, пожимая плечами и снова присел на край постели. Гук устроился недалеко от него, усаживаясь в позу лотоса. «Но сейчас всё хорошо?» С любопытством поинтересовался подросток, надеясь услышать положительный ответ. «Сейчас не о чем беспокоиться». Тенни врал. Его слова окончательно заставили Чунгуку убедиться в том, что за Хасока можно не волноваться. Юнги выжил, и хотя лечение займёт время, он поправится. «Сейчас всё хорошо». Ви потянулся к тумбочке и взял в руки маленький вазончик с розовым кактусом. В прошлый раз Гук не разрешал его трогать, но сейчас он спокойно наблюдал за Хёном. «Почему ты в качестве любимчика выбрал именно его?» Брюнет протянул руку и коснулся одной из иголок, с искренним интересом разглядывая суккулент. «Несмотря на все колючки, он прекрасен. Он напоминает некоторых людей, которые скрывают свою добрую душу за колючками злых шуток и напускного равнодушия». Гук улыбнулся, проводя в голове параллели. «Он, как ты». «Как я?» Тео смехнулся, ловя смущенный взгляд младшего. «Малыш, по-твоему, я кактус?» «Ты можешь быть колючим, но в тебе есть много хорошего. Только я не знаю, зачем ты это прячешь». Чон говорил тихо. Ему было неловко делать подобные признания, но Тихен не пытался комментировать или шутить. Он внимательно слушал и кивал. «Расскажешь мне больше про цветы?» Попросил Ви чувствуя необходимость просто сидеть и слушать младшего. Это успокаивало, приводило мысли в порядок и отвлекало от навязчивых идей. Находясь рядом с Чонгуком, Тихен забывал о своем глупом желании отомстить. Он полностью отдавал все свое внимание подростку. «Зачем? Разве тебе это интересно?» Неуверенно спросил Чон, немного удивленный такой просьбой. Обычно его просят помолчать и не говорить про цветы, но никак не наоборот. «Даже больше, чем ты думаешь». Здесь Тихен не врал. Ему правда хотелось послушать, узнать больше. Все, что интересовало Чонгука, вдруг стало таким важным, и Ви решил, что он просто обязан полюбить цветы. В них и правда есть что-то прекрасное. «Есть одна легенда, она мне очень нравится». Чонг улыбнулся и на секунду задумался, вспоминая все детали. А на происхождении название цветка «Незабудка». Считается, что в один из дней творения Бог давал название всем цветам. Один из них попросил «Не забудь обо мне». И создатель ответил «Хорошо, таким и будет твое имя». В детстве я почему-то всем ее рассказывал. Она казалась мне немного загадочной. Но потом я перестал это делать. Под конец истории парень нахмурился и инстинктивно коснулся рукой небольшого шрама на щеке. «Почему перестал?» Тихен говорил тихо, внимательно ловя каждый жест парня. Отец сказал, что это глупо. Гук пожал плечами и поджал губы. Тихен нахмурился, вспоминая истории, которые ему рассказывал Хасок. «Он не очень поддерживал мое увлечение флористикой и хотел, чтобы я занялся хоккеем или боксом. Но мне, конечно же, все это не близко». «Чунгук, прости меня». Ви протянул ладонь и погладил плечо младшего. Ему просто был необходим хотя бы минимальный тактильный контакт с Чунгуком. Он бы взял подростка за руку, но не знал, как тот отнесется к этому. «Почему ты извиняешься?» Чун удивленно приподнял брови, скидывая голову на парня. «Мне не стоило в нашей прошлой встрече говорить о твоей семье». «Нет, не извиняйся». Чунгук прервал его, не давая договорить. «Тихен, я не держу зла. Твои слова меня обрадовали. Я правда был счастлив, что создаю о себе такое впечатление, как ты сказал. Я не хочу казаться жертвой, потому что я ей не являюсь. В мире у каждого человека свои травмы. Кто я такой, чтобы говорить, что моя жизнь тяжелее, чем у других?» «Ты невероятный». «Тихен улыбнулся уголком губ, не отрывая взгляда от младшего, чем немного его смутил. Ви смотрел на Гука, в деталях разглядывая Шатена. Они сидели очень близко, и сейчас он мог видеть все мелочи, даже шрам, который раньше он и не замечал. Чунгук определенно очень красивый, но вслух Тихен этого не скажет, чтобы не смущать его еще сильнее». Между ними повисла неловкая тишина, но никто не хотел ее нарушать. Тэп продолжал разглядывать Чона, а тот, в свою очередь, перебирал пальцами край футболки. В комнате витал сладкий запах растений, шторы были плотно закрыты, создавая уютную атмосферу. Оба почти не спали ночью и были очень уставшими. Гук тихо зевнул, прикрывая ладошкой рот. Он выглядел очень сонным. «Тебе стоит лечь и поспать». Тихен потрепал волосы парня, пропуская через пальцы светлые пряди, не желая убирать руку. Его будто магнитом тянуло к юноше. Хотелось подсесть ближе, обнять его и не отпускать. «Ты тоже выглядишь уставшим». Гук отполз к подушкам и упал на одну из них. «Ложись». Он похлопал ладонью рядом с собой. «Мне показалось, или ты сейчас правда предложил лечь с тобой спать». Ви удивленно взглянул на парня, не веря, что это реальность. «Я плохой хозяин дома, потому что мне лень расстелить в гостиной своему гостю». «Пожалуйста, не спорь, ложись, отдохни. Ты плохо выглядишь». Техен не стал спорить, опускаясь на вторую половинку кровати. Он положил руку под голову, поворачиваясь к Чонгуку. Гук еще раз сладко зевнул и закрыл глаза. Видимо, он и правда очень сильно устал, потому что спустя несколько минут в комнате было слышно тихое сопение парня, а его ресницы подрагивали. Глядя на него, Техен ощущал прилив нежности, а все его переживания просто исчезли. Спящий Чонгук был похож на ангела. Не удержавшись, Ви протянул руку и невесомым касанием дотронулся до щеки младшего, именно там, где был маленький шрамик. В его груди больно защемело от мысли, что кто-то мог жестоко избивать этого ребенка. Нет, больше этого не случится. Техен не позволит. Он не решался отпустить руку, ощущая мягкую и бархатную кожу под пальцами. Его взгляд упал на пухлые губы, и Тех невольно вспомнил невинный поцелуй в щеку. Он улыбнулся, понимая, что это одно из самых счастливых воспоминаний в его жизни. Чонгук — одно из самых счастливых событий. В его жизни.